Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносится ряд кандидатур для назначения на некоторые должности в государственном параде. Вся информация детально изучена по каждому из кандидатов, учтены рекомендации, проверены, обстоятельств препятствующих не имеется. Итак, Городецкий Дмитрий Николаевич представляется на вакантную должность первого заместителя председателя Брестского область полкома. Боценко Михаил Леонидович представляется на должность заместителя председателя Брестского область полкома. Елисевич Александр Осипович представляется на вакантную должность заместителя председателя Минского область полкома. Антонюк Максим Анатольевич представляется на должность председателя Бараночского область полкома. Сазанчук Сергей Николаевич представляется на вакантную должность председателя Пинского область полкома. Абирала Сергей Владимирович представляется на должность председателя Докшинского область полкома. Продун Александр Николаевич представляется на вакантную должность главы администрации Московского района города Бреста. Белевич Владимир Иосифович представляется на вакантную должность главы администрации Октябрьского района города Витебска. Пшенный Александр Александрович представляется на вакантную должность председателя концерна Беллес Бумпром. И Сталерчук Сергей Валерьевич представляется на вакантную должность председателя правления ОАО Банк развития Республики Беларусь. Белый лес, Бумпром. Вы заместителем работали, вы прекрасно знаете ситуацию. Какова она сейчас? В сегодняшний день ситуация в целом стабилизируется в отрасли, но есть ряд проблемных предприятий, как частной, так и государственной формы собственности, которые из-за того, что были в основном ориентированы на Европейский Союз, имели определенный продукт, такие как фанера, МДФ, плита, имеют определенные проблемы и сложности. Поэтому в первую очередь будем разбираться и пытаться улучшить ситуацию на данном предприятии. В целом, определенные и прочее, так какие проблемы, перечислите? Большая закредитованность предприятия, первое. Инвестиционный цикл был значительный. То есть вы в банках набрали денег? Деньги были набраны еще в 2010-2015 году, когда проходила большая модернизация. Суммы значительные, и они все-таки тянут предприятие вниз. Как вы видите выход из этой ситуации? По некоторым предприятиям есть предложение о том, чтобы реструктуризировать данные долги, первое, пересмотреть возможность, может быть, уменьшения процентов, потому что накапливаются и проценты, и третье, перевести валютные долги, которые номинированы в валюте, в белорусские рубли, потому что за счет курсовых разниц долги, к сожалению, не мешаются. Это что, глоток воздуха или это кардинально меняет ситуацию мудрости? Пока это глоток воздуха. Нужно начинать уже новый инвестиционный цикл, нужно на некоторых предприятиях для улучшения экономической ситуации. Вы хотите сказать, что вы вздохнете, а потом снова рухнете? Вздохнем? Должны что-то построить? Не должны, это я считаю, что вы должны, а вы обязаны. Построить. Вам же отвечать за это придется. Мы, конечно, сейчас не принимаем это решение, но предложение вашим и рассмотрам, потому что так, как работает Беллес Бумпро, а вы были заместителем, не забывайте, так работать нельзя. Южнее определенной параллели леса нет. Мир нуждается в этой продукции, начиная от рейки пола, там, плинтуса до мебели. А мы не можем продать. Поэтому вы ищите, прежде всего, выход из создавшегося положения у себя. А потом приходите, если там чего-то не хватает, предлагаете реструктуризировать. Что такое реструктуризировать? Красивое слово для банкиров. А основная масса этого не понимает и понимать не хочет. А это значит, эти долги или туда отнести, или вообще не платить, в вашем понимании. Такого мы позволить никому не можем. Модернизировались когда-то? Работайте. Поэтому ищите причины, прежде всего, у себя. И делайте все, что вы хотите. Если в законодательном плане вам чего-то не хватает, обращайтесь. Вы будете поддержаны. Главное, чтобы на выходе был результат. Пригласите руководителей своих предприятий и доведите им эту задачу. Ну а нам надо в правительство, может быть, и на моем уровне, с проблемами, которые касаются государства, разобраться. Чтобы они не накапливались. Потому что то, что он сказал, эту сказку я уже слышу не первый год. Александр Горьевич, мы когда разговаривали, одно еще из тем выхода из ситуации, естественно, наращивание поставок и поиск новых экспортных направлений. В связи с ограничением определенных поставок на европейские рынки. Это всем понятно. Надо продать. А для того, чтобы продать, надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно. Сейчас бесится наше беглое или с подачи беглых. Запад начинает смотреть как-то так. Мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая, ну, чуть ли не врагом рисуется в Беларуси. Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Поэтому они и в Польше, и в Германии, и в Евросоюзе в целом есть. Но с ними надо аккуратно работать. Публично об этом вам говорю. Сергей Валерьевич, в основном вы чем занимаетесь? Банком. Как перспективное три направления. Это поддержка реального сектора экономики. Это главное сейчас. Экспорт. Экспорт – это продажа, содействие предприятиям на дальний дух. Поиск проектов. Мы не ограничиваемся просто финансированием, товарищ президент. Мы ищем эти проекты, уговариваем, консультируем. Поскольку самое главное время, товарищ президент, и вовремя принятые решения банком развития, они создают возможность для получения выручки предприятиям, заработной платы и, соответственно, обеспечить безопасность. В чем особенность этого банка? Ведь то, что вы сказали о функции, полномочия их перечислили, ведь любой банк этим занимается. Ваши особенности в чем? Товарищ президент, мы ищем точки роста. Точки роста там, где другие банки этого не видят. Почему они не видят? Если это агробанк, к примеру, ну так пусть он и ищет точки роста в агропромышленном секторе. Им же это ближе и виднее. Они ведь отраслью занимаются. А вы в целом страны, так же? Да. Все, что вы сказали, специалисты сидят, они прекрасно понимают, что не банкиры, не вы, а они. Они говорят, вот это построить, это оптимально, это. И уверен, что ваш банк превращается в финансиста всего этого. И функции, которые вы назвали, ну они ведь характерны для любого банка. Я не говорю о том, что нам не нужен этот банк, в противном случае мы бы вас не назначали. Но оптимизацию, Максим Владимирович, банков нужно провести, нужно на них посмотреть. У нас не хватает где-то там людей в АПК и прочее. А на одну страну, может, нам столько не надо банков, чтобы отвлекались специалисты. Это классные специалисты, финансисты. Вообще идея банка развития, это поиск именно таких проектов, направленных как бы в будущее, инновационных, значит, тех, которые, может быть, не совсем понятны для классических банков, которые стоят на земле уже. А зачем их искать? Для этого у нас есть специалисты в министерствах, ведомствах, его было исполкомах, к примеру. Там действительно реальные специалисты. Какие у него специалисты, которые по земле не ходят? Там же по земле ходят, они видят. Я вам должен сказать, что вот он взял малышевый товарный комплекс на уровне президента. Мы жестко, я держал на контроле, каждому губернатору поручал. Выработайте самый дешевый проект. Правильно, это принципиально важно. Есть и другие критерии, которые банкиры никогда не увидят. Увидят только конкретный руководитель предприятия. Но он не должен за чужие деньги строить. Он должен кредит брать или свои деньги строить. Тогда он будет деньги считать. А не то, что мы ему кранше дали. Мы тебе построим. Поэтому нам надо посмотреть с банковской системы. Надо серьезно поработать сейчас, несмотря на сложные времена. И принимать решения будем или сегодня, или завтра, или послезавтра. А может и вообще не будем принимать решения. Но надо посмотреть. Потому что слишком много вот этих параллелей. Ну зачем нам в Беларуси, где, в общем-то, финансовая система устойчивая, дисциплинированная и прочих ресурсов лишних нет. Излишняя конкуренция. Мы что-то видим. Ну, Сергей говорит, что может что-то и видеть там. Но я считаю, что специалисты на местах видят больше. И не их функция уговаривать председателя райисполкома, чтобы они реализовали проект. Есть решение президента. Один район, один проект. Сейчас заместителем работает банкир. Бывший руководитель. Бывший руководитель. Понимаю, что парень ответственный. Есть экономисты хорошие. Группа мною определена. Он знает, я ему об этом говорил. Пусть собираются и думают. Вносят соответствующее предложение. Чтобы была мотивация. Присаживайтесь. Что касается назначения в вертикаль власти. В обл. исполкомы, в горы исполкомы, в райисполкомы. Мужики непростые времена. И вы приходите во власть в эти непростые времена. Знаю, что где-то может быть, как раньше говорили, удобнее директору, руководителю за трубу заводскую держаться. Не отрываться. Интересная работа в сельском хозяйстве. Я работал директором. Знаю, всегда говорю, что интереснее работы, чем работать руководителем сельхозпредприятия. Нет, в моей жизни не было. Сейчас немножко сложнее вам, чем было в те времена. Немножко сложнее. С одной стороны. С другой стороны, интереснее. Все от вас зависит. Заработали, тратите деньги. Да и не бросаем мы аграрию. Поэтому работа самая интересная. И не думайте, что у вас будет интереснее работа. Но времена сложные. И вы согласились возглавить соответствующие участки. Я вам за это благодарен. Только я вас очень прошу с сегодняшнего дня настройтесь на очень серьезную и тяжелую работу. У нас есть все для того, чтобы сегодня работать. Как никогда, несмотря на сложности. Не хватает только одного. Дисциплины. Но это мы умеем делать. Порядок бьет класс. Будет дисциплина и порядок. Будут компенсированы некоторые недоработки. По другим направлениям. Завтра вы придете в трудовые коллективы. Особенно руководители районов. Я всегда советую подобным людям, руководителям. У каждого члена коллектива должен быть шанс. Поэтому не надо приходить с шашкой на голо и рубить там. Не те времена. Надо иметь голову на плечах. Тогда за вами пойдут люди. И если кто-то где-то недорабатывал, ну дайте ему шанс. Правда, время спрессовано. Никто ждать не будет, пока он развернется. Вы побежали, он отстает. Ну что ж, надо ему объяснить, что отставать нельзя, затопчет, как я говорил. Но дайте шанс. Вы руководителями становитесь высокого уровня. Люди хотят жить нормально и дышать спокойно. Они не должны дрожать с утра до вечера на работе и после работы. Создайте нормальную атмосферу в коллективе. Дайте возможность людям себя проявить. У нас должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствии. А если будут в удовольствии работать, то и будут жить в удовольствии. Потому что основную часть времени не проводят на работе. Ну и следующий момент. Что бы вы там ни говорили, чем бы вы это все ни объясняли, как бы ни объясняли результат. Должен быть результат. Я часто публично говорю, делайте, что хотите и как вы считаете нужным. Я не говорю там, да, надо по закону, не надо туда, не надо все. Естественно, есть законы, правила. Они уже давно у нас в крови. Никто не нарушает эти законы. Но там, где нужен результат, там надо так пройти рядом, плечо в плечо с этим законом и принять решение. Приняв решение, должен быть результат. Поэтому рассказывать о том, какие вы великие, как это в Ашмянах было, Гродненская же область. А все поле усеяно камнями, которые завтра технику угробят. Вот аграрии меня прекрасно в этом понимают. Ну так что ты мне рассказываешь? Вот твой результат на поле. Что ты мне показываешь эту мелиорацию? Канал они в порядок приводят. А по одну сторону и по другую от канала, склоны небольшие, 200 гектаров нераспаханных земель. Как их называют у нас, лугопастбишные или еще какие-то и так далее. Что мне тут рассказывать? Ты привел в порядок 10 гектар, но 200 гектар ты не пашешь. Еще один момент. Да, власть у нас жесткая. Нехорошо, когда тебя критикуют, особенно президент. Лучше обмануть. Вот этого никогда не делайте в своей жизни. Если даже я не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результат. Это боком вылезет. Не делайте это, лучше правду скажите, как оно есть. Объективные причины укажите. Будем их решать. Те или иные задачи. Но вранья допускать нельзя, особенно сейчас. Я уже говорил. Это в перспективе неправильное решение. Со стороны тех, кто получает эту информацию. Вы меня обманули, я принял неправильное решение. Это отразится на всей стране. Нельзя этого допускать и не позволять своим подчиненным соответствующим образом вести. Ну и год политический. Пока Господь нам дает все. Особенно для людей, которые хотят работать на земле, да и в промышленности. Ну возьмите сельское хозяйство. Ну когда такая зима была и весна? Никогда не было. Даже сейчас. Сегодня день, два, на третий день опять плюс 18-20 градусов в Беларуси. Ранних зерновых половину посеяли. Это прекрасная влага. Если мороз там на два часа ночью минус один градус, проблемы он не создает. Пока все хорошо. Промышленность. Ну да, есть с санкциями и прочее. В сельском хозяйстве с продуктами питания еще не вижу проблем. Рядом в России потребность огромная. Чуть дальше в Китае, в других странах. У нас были затоваренности, вы это наверное знаете, на складах по поводу там масла сливочного, сухого молока. Сегодня спрашиваю у вице-примера, который этим занимается, говорят нам бы побольше. То есть сегодня на складах ничего нет. И при том получили больший доход в валюте, чем в прошлом году. Нет проблем. Что касается промышленности, огромная Россия. Другие страны. Если в России раньше было сложно торговать промышленными товарами, начиная там от трактора и заканчивая какими-то комплектующими, алтогидродеталями этими в Борисове этот завод. Все время проблемы были. Сегодня меня уже просят, слушайте, помогите в Борисове, чтобы они нам изготовили то, это и так далее. То есть открылись рынки. Российский, нам достаточно одного российского рынка? Что мы, гигантская экономика? Нет. Мы востребованы по всем направлениям. Но, как я говорю, надо шевелиться. Конкуренция была и будет. И в том числе с Китаем мы столкнулись, конкурируя. Но наше качество наших товаров, как сами россияне мне говорят, вы видите, с губернатором встречаюсь, качество несопоставимо. Надо этим пользоваться. Да и цены не заоблачные. Надо создавать сервисные центры, мультимодальные, чтобы там все было. И Гомсельмаш, и МТЗ, и прочие гигантские предприятия государственные. Что нам делить? Зачем отдельные дома эти строить торговые? Давайте сконцентрируем под одной крышей. Определим, в каких регионах в России мы будем работать. И никакая конкуренция нам не страшна. Тем более, имея такие отношения, дипломатические, личные отношения руководителей, правительств и президентов, мы решим любую проблему. Поэтому при всех сложностях у нас сегодня момент для нормального развития нашего государства. Прошу это иметь в виду. Ну и политическое событие. Вы знаете, вот я до вас два часа читаю обычно почту, разную там, вот СМИ, аналитику до доклада внешней разведки, спецслужбы и прочее. Мужики, все сконцентрировано на то, чтобы найти путь нас свалить. Какие бы ни были у нас с вами отношения, я вас там ругал, снимал с работы и прочее, вы должны быть государственными людьми. Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить. Своим трудом, кровью, потом и своей жизнью. Мы должны защитить. Конечно, не дай бог, все мы хотим жить, а чтобы не умирать, не погибать, надо просто работать. Нужна экономика. Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы была нормальная экономика, у нас все есть. Всего хватает. Но надо честно работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!